Здравствуйте! Сегодня 14 ноября, понедельник. Как обычно, в ежедневнике значимые события дня, яркие резонансные материалы псковских СМИ, культурные мероприятия и прогноз погоды на завтра. Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. С нового учебного года в российские школы вернется начальная военная подготовка. Детям предлагают разрешить работать с 14 лет, а в Псковской инспекции труда сменился руководитель. Эти и другие темы сегодня обсуждали в популярной народной программе по скриптам на ПЛНФМ. Все прогнозировали, что ноябрь, да рубль по статистике опять ослабнет, да рынки опять в красную зону, да посмотрите, какие нас политические новости встречают на прошлой неделе. Но нет, рынок был в зеленой зоне, чувствовал себя вполне уверенно. Московская биржа завершила неделю вообще просто прекрасно, она достигла ее, даже передостигла своей психологической отметки в 2200, и это индекс Мосбиржи по ключевым бумагам, которые там торгуются. Это все является отражением того, что происходит в экономике. Какой-то просто прекраснодушная затишь и умеренность. Как чувствует себя бизнес-туризм Пскова в новых реалиях? В эфире программы «Деловой понедельник» сегодня обсудили ведущие передачи Станислав Асовский и директор агентства делового туризма Евгения Смирнова. Псков вообще проделал очень большой путь. Вот я работала в 2007, 2008, 2009 годах в туризме во внутреннем, да, по приему. Сейчас совершенно другая картинка, сейчас совершенно другой уровень гидов, приема, подачи вообще информации, обслуживание групп, совершенно другой. И вообще поэтому с большим уважением ко всем коллегам, кто этим занимается, отношусь. За последние несколько лет в Псковской области сложился новый стиль общения с руководством региона. Жалобы в социальных сетях и на сайте губернатора для граждан стали главной возможностью достучаться до властей. С чем только не обращаются жители, проблема с социальными выплатами, с любыми документами, с дорогами. Псковская лента новостей составила топ-5 проблем, на что жалуются псковичи губернатору чаще всего. Если вы живете неподалеку от ночного клуба, то не понаслышке знаете, что такое бессонные ночи. Как можно усмирить нарушителей закона о тишине? Куда сообщать о громкой музыке из авто под окнами? Ответы в статье обозревателя ПЛН Ульяна Лавыгиной. Неутомимые диджеи. Как бороться с музыкой под окнами? Псковичка всю ночь просидела в аэропорту незнакомого города. Вылет самолета из Пскова задержался, она не успела пересесть в следующей от той же авиакомпании. Изменения не принесли, гостиницу не предложили. До конечной точки она добиралась автобусом за свой счет. К работе без альтернативного перевозчика-монополиста копится все больше вопросов. Об этом читайте в статье обозревателя ПЛН Юлии Магеры. Нестыковочка. Сфера здравоохранения Псковской области еще с давних коронавирусных времен остается в приоритете внимания властей. ФАПы строятся, оборудование модернизируется, поликлиники ремонтируются. Исполнение нацпроектов идет полным ходом. Однако же проблемы со здравоохранением населения никуда не уходят. И корень зла здесь именно в кадровом голоде села. Как это изменить, выяснял корреспондент МКА в Пскове. Если верить соцопросам, то владельцы собак скоро потеснят спиде стало популярности псковских кошатников. Журналисты Центра деловой информации совместно с кинологами сегодня расскажут, как псковичам выбрать идеальную собаку. И о погоде на завтра. 15 ноября во вторник ожидаются дожди со снегом. Температура днем плюс один, плюс два градуса. Ночью небольшой снег от нуля до плюс двух. Будьте осторожны на дорогах. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на Плэн ТВ.